Видео создано при поддержке сайта Ями Аниме. Наруто, то бегом смотреть, если не хотите спойлеров. Ну а теперь продолжу. Я уже, кажется, давно высказывался о концовке великого и бесконечного сериала Наруто. И не скажу, что она мне прям не понравилась. Она неплоха. Конечно, есть и немало недочетов. И уж особенно не нужно было давать какому-то рукожопу делать продолжение в виде Баруто. Но в целом все не так плохо. А сегодня я просто хочу рассказать, как, по моему мнению, должен был закончиться Наруто. Это чисто мои предположения и были в голове еще задолго до конца самой манги. Тогда многие гадали, как же все это закончится. И я со своими друзьями в этом не отставал. По мне Наруто достаточно драматичная картина. В ней всегда были смерти хороших персонажей. Что, кстати, в последней войне Шиноби было немало минусом, как по мне. Если брать ту же битву с Пейном, напряжение в ней было намного больше. И несмотря на то, что всех воскресили, это было реально круто. А тут как-то совсем почти без драмы обошлось. Даже того же Нейджи Хьюгу слили только после того, как на форумах в Японии стали активно про это писать. Типа, что это за фигня такая? А так из основных персонажей никто особо и не помер. И напряжение сходит на нет от такого радостного развития событий. И тут сразу же сливают, как по мне, персонажа, которого будет не так жалко. Но, по крайней мере, по рейтингам в Японии он был далеко от самого популярного. Все же Нейджи брат Хинаты, который, в конце концов, за нее и умер. Все символично и трагично. Все счастливы. Я про фанатов аниме, конечно же. Но нет, я считаю, что этого совсем недостаточно. Как по мне, в этом плане, например, хорош Гуран Лаган. Кто смотрел, меня поймет. Именно своей непредсказуемостью и переживанием за героев. Что, в конце концов, там слили очень много хороших ребят. И их было жалко. И ты очень боялся за остальных тех, кто еще жив. А тут это напряжение Кишимото полностью растерял. И вот, по аналогии с Гуран Лаганом, я думал, что и конец Наруто будет более мрачным. Хорошим, но не таким радужным, как бы нам, возможно, этого хотелось. И не таким, каким мы его получили. Я представлял себе, что в самой битве должны были слить как минимум 3-4 достаточно важных персонажей. Это придало бы нужной трагичности происходящему. И показало бы, насколько это была суровая война. И что после нее все уже не будут прежними. Еще я думаю, что в конце стоило убить Саске. Я видел это так, что он все же одумается в самый последний момент. И когда Наруто будет угрожать опасность, он ему поможет. Пожертвует собой ради всех и ради искупления всего, что он натворил. И после всех перенесенных событий, возможно, Наруто не будет Хакаги. Хоть это и была его мечта детства. Но война и потеря Саске с друзьями его как-то изменит. И он, по примеру, Джирайи станет отшельником. К примеру, просто изредка будет заглядывать в Каноху. Это как раз та самая аналогия, что я проводил с Гуран Лаганом. Подобный конец смотрелся бы грустно, но был бы не так банален и более интересен. Я даже не отрицаю его женитьбу на Хинате. И даже того же Баруто на крайняк. Но где-то в лесу, в тишине, в маленьком домике. А Хакаги, например, показали того же Канахамару. Который принял, так сказать, волю огня у Наруто. А Наруто тут был бы просто мудрым отшельником, который отошел от дел Шиноби. Даже версия с живым Саски, если бы он был Хакаги, как мне кажется, тоже была бы не так плоха. Но нам показали идеальный конец. Практически идеальную радужную утопию. По сути, все мечты у всех исполнились. С одной стороны, это неплохо. Но от Наруто я ожидал нечто другого. Но все это лишь мои мысли. Я их никому не навязываю. Возможно, вы со мной согласитесь. А возможно и нет. Поэтому обязательно напишите свое мнение на этот счет в комментах. Это будет действительно интересно. Напишите, возможно, даже подробно свою версию концовки Наруто. Как именно по вашему мнению должно было все закончиться в мире Шиноби. И конечно же ставьте мне лайк, если вам было интересно. И подписывайтесь на мой канал. А с вами был Натсу. Скоро свидимся в новых видео. Всем добра. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok